Первые награды тем, кто стал легендой в истории России. В честь 70-летия победы в знак глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны глава региона от имени президента страны вручил юбилейные медали и поздравил всех солдат, отставных и срочников с Днём Защитника Отечества. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Живая легенда участники Великой Отечественной войны. Для них День Защитника Отечества – особый праздник со слезами на глазах. Песни военных лет, фотографии. Впереди 70-летний юбилей победы. Как напоминание нынешним солдатам защищать Родину – великая честь. Я встречаюсь с ребятами, с молодыми. И вот сейчас вот. Знаете, поколение, конечно, другое. Но говорить о патриотизме, я скажу да. Это ребята, которые действительно любят Россию, стремятся её любить, безусловно. Стремятся её защищать. Я думаю, они нас не постромят. В честь великой даты от имени президента страны глава региона в знак глубокого уважения к ветеранам вручил первые памятные медали «70 лет победы». Особое внимание сейчас уже единственному в Самарской области герою Советского Союза Владимиру Ивановичу Чудайкину. Моё пожелание, чтобы наша российская армия была готова всегда защищать нашу Родину от внешних врагов на земле, в воздухе, на море. Благодаря таким, которые стоят у руля, как Владимир Владимирович, как Николай Иванович, мы идём вперёд. И я надеюсь, несмотря на санкции, несмотря на всякие препятствия, мы придём вперёд. И Самара именно примет тот божий вид, который прославил Самару в прежнее время. Самарская область действительно становится опорным регионом, как и в былые годы, подчеркнул губернатор. Сегодня активно возрождается производство на крупнейших заводах областной столицы. Кузнецов собирает двигатели для современной военной авиации. Прогресс работает над созданием ракетно-космического комплекса. Авиакор получил госзаказ на модернизацию самолётов Ту-95. Это всё надо будет в ближайшие годы решать и поставлять вооружённым нашим силам технику, которая способна отражать любые угрозы. Мы должны сделать всё, чтобы каждый почувствовал величие этого праздника. Потому что нет, пожалуй, сегодня более важного мероприятия, более важного события для того, чтобы можно было ещё раз укрепить дух людей, ещё раз сделать так, чтобы люди поверили в собственные силы, люди получили дополнительную уверенность в том, что мы можем быть сильными. Особенно это важно сейчас, когда на Украине продолжается необъявленная война. В таких политических и экономических условиях важно объединить все усилия и не забывать уроки истории. Виталий Партнов, Алексей Вильмискин, Новости губернии.